Продолжение следует... Какой уровень подготовки сегодня у наших выпускников? О всех проблемах, которые сегодня волнуют родителей и педагогов, мы говорим в прямом эфире с министром образования Кабартино-Балкарской республики Ниной Гузеровной Емузовой. Добрый вечер, Нина Гузеровна. Здравствуйте. Хотелось бы поздравить вас и весь педагогический коллектив нашей республики в наших школах с началом учебного года и пожелать успехов. Все-таки профессия это хоть и благородная, почетная, но очень трудная, очень сложная. Особенно, мне кажется, в наше время, когда дети получают столько информации, и когда родители немножечко детей опекают от всех трудностей, наверное, сложновато сегодня нашим педагогам в школах. Вот в свете этого хотелось бы, чтобы вы нам рассказали, как готовы наши учебные заведения к началу учебного года. Это и нормы СанПИНА, это и ремонты в школах, это и оснащенность. Вот как готовы все среднеобразовательные учебные заведения? Ну, спасибо большое за пожелание. Нам и успех, и удача обязательно нужны в образовании, поэтому мы надеемся, что на самом деле наступающий учебный год у нас будет успешный. Вообще в образовании завершение учебного года – это уже начало учебного года, поэтому, в принципе, мы завершать его и начинаем еще с единого государственного экзамена и с перехода уже к готовности. Потому что та аналитическая работа очень серьезная была, и сейчас уже подготовка реальная. Когда мы говорим о подготовке к учебному году, нам очень важно. Вот сегодня мне не хочется глубоко стандарта куда-то уходить, но в стандарте есть очень хорошая вещь, что качественное образование – это хорошее условие. Поэтому, когда мы говорим о подготовке к учебному году, мы проверяем, как сделать так, чтобы у нас было уютное, красивое, светлое здание, в которое ребенок хочет идти. Поэтому в этом году, я думаю, что все-таки нужно отметить, что совершенно неформально главы администрации, вообще муниципальные образования отнеслись к готовности образовательных учреждений, и практически нет школы, где не проведены серьезные ремонтные работы. А некоторые муниципальные образования вообще хорошее вложение сделали, и крыши меняют, окна меняют. То есть на самом деле хотят, чтобы появилась светлая, красивая школа, куда дети будут с радостью ходить. В целом, мы говорим о том, что система образования к новому учебному году готова. Но мы же себя не обманываем и прекрасно понимаем, что наша система образования очень неровная. У нас есть современные новые здания, но у нас порядка 60-70% школ – это школы старые, которые были построены еще в прошлом веке. Поэтому, конечно, многие из них просто поддерживаются в каком-то неплохом состоянии. Но, может быть, это не то, что нам нужно на сегодняшний день для современной системы образования. Но, вы знаете, можно говорить там все время о недостатках каких-то, но, наверное, есть какие-то достижения, есть какие-то вложения, которые в этом году были сделаны. Вот я думаю, что об этом тоже нужно говорить, чтобы наши зрители тоже услышали эту информацию. Первое, я сказала, что это хорошие были вложения муниципальные. Поэтому сегодня, я думаю, и в Чигемском районе, и в Баксанском районе, и в Руванском районе, да и в многих других районах, в Зольском, на самом деле, есть чем даже будут похвастаться нам. Потому что там появляются красивые школы. И видны уже они, издали едешь, уже они видны. Хорошие вложения нами сделаны. Мы стараемся принимать участие во всех федеральных программах, которые есть. На сегодняшний день, на мой взгляд, очень интересные и удачные программы. Мы сегодня порядка 30 школ ремонтируем в части спортивной базы. То есть почти 20 школ – это в сельской местности, это ремонты спортивных залов, и 10 школ – это строительство уже в спортивных сооружениях во дворе. Поэтому 30 школ у нас будут с новой спортивной базой. Мы с гордостью говорим о том, что мы сумели в этом году выйти на новый какой-то уровень по ремонту и строительству дошкольных учреждений. Еще с 2013 года мы 6 дошкольных учреждений строим. В этом году мы их точно сдадим, это уже просто наше обещание. А это почти 560 миллионов вложений, то есть хорошие деньги. Это федеральный бюджет или местный? Это и федеральный, и местный бюджет. То есть вот сейчас программы, они, наверное, это правильно. Обязательно нужно показывать, что ты не только получаешь, но ты должен показать свою долю. Поэтому практически все программы, которые у нас идут с федерального бюджета, они все идут на условиях софинансирования. При том, что мне нравится, на условиях республиканского софинансирования и обязательно кусочек муниципального софинансирования появляется. То есть каждый понимает свою зону ответственности и свои вложения, что нужно сделать. В этом году 250 миллионов мы вкладываем в ремонт и оборудование дошкольных учреждений. Скажу откровенно, в принципе, проект вот такой мощный, когда начат ремонт дошкольных учреждений, за последние годы он вот в таком варианте первый. Поэтому 45 учреждений у нас должны быть отремонтированы. В процессе учебного года озвучивалась цифра 5000, вот нехватка вместо детских дошкольных учреждений 5000. Вот сейчас вы говорите, что очень много сделано в этом направлении, да? И Юрий Александрович тоже сейчас вот именно вот в этом направлении он очень жестко определил задачу, вот чтобы ликвидировать вообще вот нехватку. Когда к этому придем? Все-таки это возможно? Конечно. Вот вы знаете, на самом деле мне хотелось бы сказать, что может быть это мне тоже импонирует, потому что я сама тоже так отношусь к делу. Это не только обеспечение и отчитаться, что у нас эти места есть. Но Юрий Александрович очень жестко сказал, что каждая копейка бюджетная, которая есть, она должна дойти. И вообще сказал, что персональную ответственность за это будут нести министры. Вот эти суммы, я называю огромные суммы, да? 560 миллионов, 250 миллионов, 32 миллиона на спортивные сооружения. По доступной среде 37 миллионов в этом году. Это же хорошие суммы в Ливане, только которые вот за последний год к нам приходят. И установка одна, значит проверяться будет любая копейка, она должна дойти на самом деле до школьного. Да, и об этом тоже нужно сказать. Я думаю, что меня тоже считают таким оптимистом. Я когда начинаю говорить, мне даже, ну, мои коллеги говорят, вы уверены, когда вы там так, значит, отчитываетесь, оптимистично, там какие-то ударения ставят. Но мы же, я же не просто об этом говорю, потому что вот чтобы эти 250 миллионов нам распределить, и чтобы они дошли до каждого дошкольного учреждения, мы создали группы работников Министерства образования и выехали во все муниципальные образования. И мы работали с каждым объектом, где будет сегодня создано вот это дошкольное место, мы работали просто конкретно, выехав, как говорится, на место. Поэтому мы предполагаем так, почему я оптимистично настроена, потому что 6 дошкольных учреждений – это 1020 дошкольных мест, которые должны быть до конца 2014 года. 45 учреждений – это вот эти 250 миллионов, о которых я сказала, во всех муниципальных образованиях нашей республики – это 250 миллионов отремонтированных 45 учреждений будет. Это порядка 2200 мест, но это уже больше 3000 мест. И еще два учреждения мы планируем в этом году тоже начать строительство в Майском районе и в Кишпеке. Поэтому, в принципе, вот вы 5 называете, а если брать не от 3 до 7, а если брать вообще очередь до всех желающих, она еще больше, чем 5000. Поэтому мы надеемся, что этот вопрос будет решен. И еще есть один момент, который тоже очень приятен нам. Сейчас начинает немножечко частный сектор проявляться. У нас же как-то принято, что вот если начинают открывать, то магазины или аптеки. А во многих регионах, в принципе, люди пошли на создание частных дошкольных учреждений, которых у нас практически нет. У нас есть школы раннего развития, а дошкольных учреждений нет. А вот в этом году уже в прохладном частные дошкольные учреждения строятся, в городе Нальчики планируется открыть. То есть сегодня появляется некий опыт, где частный сектор тоже будет поддерживать реализацию этой программы. Многое зависит от нас. Надо создавать нормативную базу, нужно эти элементы поддержки предлагать. Но это тоже новое веяние. Я думаю, что в этом плане мы все-таки сумеем закрыть очередь. У нас есть 2015 год. В 2015 году я могу не просто оптимистично, а очень твердо сказать, что дети от 3 до 7 лет получат все желающие дошкольные места в наших дошкольных образовательных учреждениях. Замечательно. Давайте вернемся к средним образовательным школам. Везде прошли ремонты. Вы говорите, что очень много школ новых, много отремонтированных, светлых, красивых. Это, несомненно, и стимул для учащихся учиться в красивой, светлой, отремонтированной, современной, оснащенной школе. Но вот многих родителей волнует вопрос качества ремонтных работ в свете происшествия в Нижнечерекской школе. Рособорнадзор, ваше ведомство. Как следило за этими работами? Как выполнялись нормы СанПИНа? Ну, приемка школ готовности, в принципе, это традиционная форма. В общем-то, и та школа принималась тоже на начало учебного года. Ну, видите, есть ситуации, которые, в общем-то, бывают, да, помимо там, скажем. Хотя с участием человеческого фактора, конечно. Были созданы комиссии, была создана и республиканская комиссия с участием как раз вот всех надзорных органов, которые этими вопросами занимаются. И без акта готовности образовательного учреждения, образовательное учреждение не может начать работу в начале учебного года. Поэтому сейчас у нас завершается работа по сбору актов готовности. Но мы считаем, что туда попали люди, которые будут, понимая уже, что опыт такой у нас был, все-таки решать этот вопрос по-другому. Более, наверное, ответственно, чем это было сделано там в предыдущий год. Спасибо. Я напоминаю, уважаемые телезрители, что мы работаем в прямом эфире, и у нас есть первый звонок. Алло, мы вас слушаем, вы в эфире говорите. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Я хотела обратиться к министру образования, Ленин Кузьеровне, насчет преподавания русской русской литературы. Вопросы-вопросы, как педагога, волнует этот вопрос всегда. Потому что вижу безграмотно говорящую молодежь. Это все зависит от знания русской литературы, как преподается, как преподносится ученикам. Насколько внимания уделяется, это идет от учителя грамотного к ученику. Учителей грамотных не так уже много, как я вижу, по ученикам, которые выпускаются потом в жизни. Вот какое внимание будет уделяется русской музыку и литературе в этом году, начиная с этого года хотя бы? Спасибо. Какое внимание будет уделяется русскому языку? Тем более, что есть изменения в ЕГЭ, и с этого года, с 15-го ученики будут писать сочинения. Это, наверное, очень актуально. Спасибо телезрительнице за вопрос. Ну, вопрос своевременный очень. В принципе, если выйти на результаты ЕГЭ, это, в принципе, для нас тоже некая отправная точка всего того, что мы сегодня делаем. Можно сказать, что в целом, если брать по Северному Кавказу, мы неплохо русский язык сдали, неплохо его знаем. И этим можем гордиться, потому что наши результаты лучшие среди всех республик Северного Кавказа. Но это не те результаты, которыми мы можем гордиться, потому что надо всегда смотреть на лучший результат. И, конечно, у нас общий результат ниже общероссийского. И, наверное, вот эта задача, чтобы выйти на общероссийский результат, а если можно и лучше, наверное, это все-таки задача у нас сохраняется. На сегодняшний день, да, проблемы у нас есть как кадровые, хотя мы считаем, что уровень подготовленности учителей русского языка, он достаточно неплохой в целом. И есть проблемы чисто уже технологического обучающего характера. Много изменений будет внесено, хотя, ну, отчасти они будут, конечно, и кардинальные, эти изменения, уже на следующий учебный год, потому что это не только, значит, наша ситуация, раз уже эти нововведения в целом по стране вводятся. Во-первых, появится сочинение, как форма допуска к единому государственному экзамену, который дети будут писать в декабре месяце. Тематика сочинения, она определена, ну, много было вариантов, сегодня остановили, что писать они будут в своей школе, проверяться они тоже будут в своей школе, и будут две оценки, значит, удовлетворительная или неудовлетворительная. То есть ты подготовился или не подготовился к этой работе. То есть зачет, не зачет, то есть вот две формы будут. Если не зачет, то тебе дается возможность еще раз написать сочинение. Но это, наверное, с одной стороны стимулирует, потому что у нас же школьники на сегодняшний день, они не говорящие. Они же говорящие смс-ками. А смс-ка это два-три слова. А сочинение это предложение. А предложение должно быть шесть, семь, восемь слов. Поэтому вернуться к сочинению, когда заговорят дети, конечно, это задача очень серьезная. Но для того, чтобы заговорили дети, у нас должны говорить и наши учителя. Молодые учителя, которые тоже на смс-ках воспитаны сегодня, они совершенно по-иному должны разговор вести. Поэтому мы провели очень серьезную работу над ошибками в едином государственном экзамене. И русский язык, и математика, как предметы, обязательные для всех детей, они будут на особом контроле. В том числе и в работе с кадрами. Нужно повышать квалификацию, делать это бесплатно, делать это за счет бюджета, федерального, муниципального. Потому что разные этапы были, когда, в принципе, сами учителя это за свой счет делают. Поэтому очень много вопросов, которые мы сегодня уже заложили в свои планы, я надеюсь, что они реализуются у нас. Вот раз вы уже заговорили о уровне подготовки педагогических кадров, вот вас как министра устраивает сегодня уровень подготовки молодых педагогических кадров. Ведь старшее поколение, эти учителя с хорошими знаниями, с хорошей закалкой, которые у вас преподавали, у меня, вот они, наверное, сейчас уже уходят на заслуженный отдых, и приходит молодое поколение преподавателей. Тем более, что на педагогические специальности идут не самые подготовленные выпускники, чего греха таить. Ну, у меня, как у преподавателя вуза, свое отношение, в том числе и к молодежи. Она разная. Есть очень продвинутые, а мы такими не были. Есть очень подготовленные. Молодежь, вот я работала с магистрскими группами, и когда начинала с ними работать, вот первое мое занятие всегда было знакомство. Мне хотелось всегда услышать, куда вы пойдете после окончания вуза. И, к сожалению, лучшие из тех ребят, которых я обучала, они не говорили, что они в школу пойдут. То есть хороших детей, умных детей, которые хорошо учатся много, Но, к сожалению, они не хотят и не идут в школу. Но есть другая сторона. Планируют они одно, а жизнь немножечко выстраивается по-другому. Поэтому многие из них в школу приходят. И сегодня у нас молодежь разная. Сказать, что вся молодежь не подготовлена на сегодняшний день нельзя. Есть очень яркие выпускники. И я этот сюжет могу сказать по результатам единого государственного экзамена. В основном все стобальники русского языка и те, которые высокие баллы получили, их подготовила. Правда, это преподавательский, это вузовский преподаватель, это не школьный преподаватель, но молодой преподаватель вуза. Поэтому это тоже определенный показатель, о котором нужно сказать, чтобы знали тоже. И у нас есть очередной звонок наших телезрителей. Алло, мы вас слушаем, вы в эфире. Алло. Да. Добрый вечер. Добрый. Мне вам козер, у меня такой вопрос. Зовут меня Руслан. Сейчас школьники 1, 2, 3, 4 класса, младшие классы, но должны же обеспечиваться учебниками, учебным пособием. Это же есть целевая программа, а в школах предлагаю, чтобы покупали родители. Не все родители обеспечены так, чтобы можно было и форму приобрести, такую, какую двоечасновую, повседневную, и это, и учебники. Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Как с этим быть? Спасибо. Я с удовольствием на этот вопрос отвечу. Мне не хочется, чтобы складывалось впечатление, что вопросы это для нас новые. Мы же понимаем и знаем все эти проблемы, болевые точки, которые есть. Да, на самом деле по закону образования обеспеченность школьными учебниками – это прерогатива государства. Притом не только республики. Это может быть и федеральный, и региональный, и муниципальный уровень, и уровень самой школы. Что мы сделали в этом году? Все-таки мне кажется, это хорошие подвижки. Хотя я понимаю, родители, они могут сказать, мы хотим, чтобы всем детям, как в законе написано, были доступны эти бесплатные учебники. Первое, что я хочу сказать. Мы сегодня, когда говорят о бесплатных учебниках, речь идет о пользовании этими бесплатными учебниками, которые находятся сегодня в школьной библиотеке. Поэтому наша задача сегодня школьную библиотеку заполнить таким количеством, которого будет хватать всем детям, которые сегодня в школу пошли. Не только первому, четвертому классу, а всем с первого по одиннадцатый класс. Какие вложения сделаны? Я еще раз говорю, я понимаю, родители, если до него не дошло, ему нужно покупать, ему и не интересны эти вложения, о которых я говорю. Но это все-таки некая уже платформа, которая нам дает возможность сказать, что в ближайшее время мы эту тему закроем. 65 миллионов было выделено впервые за многие годы на учебники, которые были из федерального бюджета, которые в конце 2013 года, в начале 2014 года пришли в школьные библиотеки. В этом году мы вложили, а это уже республиканские деньги, 55 миллионов на приобретение школьных учебников. Это какой-то определенной категории детей из малообеспеченных, там неполных? Вот закон говорит, нужно, чтобы в школьной библиотеке было столько учебников, чтобы все могли пользоваться ими бесплатно. Вот тогда бесплатное образование. Для этого, конечно, нужны еще вложения, еще столько же нужно вложиться, чтобы мы обеспечились всех. Сегодня мы решили задачу обеспечения учебниками всех многодетных, малообеспеченных. Первую задачу мы такую все-таки ставим, тех, кто нуждается. Ставим задачу начальной школы, ну и, конечно, всех остальных детей. Но, знаете, у нас очень неровная картина в этом плане получилась. Есть школы, которые очень активно сами поработали. То есть они поработали, и у нас была такая программа «Подари учебник школе». И есть те, которые на самом деле подарили эти учебники школе. Ну, во-первых, они получили новые учебники взамен этим, во-вторых, они пополнили школьную библиотеку. И у нас есть школьные библиотеки, которые практически всех могут обеспечить детей. Но есть школьные библиотеки, которые вот только за счет тех средств, которые были нами выделены в течение этого года, а их еще недостаточно, чтобы 100% закрыть все потребности, которые есть. Но задача, я хочу сказать, что она на контроле не только Министерства образования, она на контроле главы и правительства тоже. Поэтому я думаю, что мы сделали хороший шаг в этом году, а в течение года мы попытаемся вообще эту проблему закрыть, чтобы, в принципе, на самом деле свои обязательства в адрес родителя в этом плане выполнили. Инна Кузяровна, позади уже все опасения вот по поводу ЕГЭ. Сдадим, не сдадим, пройдем, не пройдем. И вице-премьер правительства России Ольга Голодец назвала Кабаратино-Балкарию в числе регионов, где прозрачные, честные были единые государственные экзамены. Вот честные и прозрачные – это очень хорошо, хотя я подозревала, каким трудом это допустит. Какие знания показали наши дети? Вы довольны результатом в целом? Результата два. Честностью и объективностью довольны. Да, нам это удалось, как бы тяжело ни было, нам это удалось сделать. И удалось сделать не только тем, кто проводил, а удалось сделать всем миром. Потому что я об этом неоднократно говорила и сегодня повторяю. Правила игры дети приняли сразу, в основной своей массе. Немножко сложнее было с родителями, потому что переключаться от того, что было и как стало, не очень сразу легко, наверное, было это сделать. Поэтому вот в первой части нам удалось это сделать, хотя это было достаточно тяжело, но сумели сделать. А то, что касается результатов, конечно, я думаю, что довольствоваться такими результатами мы не можем. Сто бальников много у нас? Сто бальников у нас три, но их больше на два человека, чем в прошлом году, но это не показатель. У нас чуть меньше зато многобальников от 80 до 100 баллов тех, которые получили. Если говорить о том, что все-таки в позитиве, дети, которые хорошо учились, они на самом деле подтвердили, что можно сдать. Все говорили, что своими силами сдать ЕГЭ невозможно. А этот год показал, что своими силами сдать ЕГЭ возможно, притом не просто сдать, а еще и высокие баллы получить. Поэтому этот результат у нас был. Ну, а если говорить в целом, ну, опять все познается в сравнении. Поэтому мы сравниваем наши результаты с целым по СКФО, и мы сравниваем наши результаты с Россией. Если говорить в целом по СКФО, то мы после Ставрополя вторые. То есть мы можем этим гордиться, потому что достаточно по сравнению неплохие баллы. Если говорить о средних баллах российских, то наши баллы ниже. Я была недавно в командировке на совещании министра в Татарстане. Все результаты татарских детей выше средние. Это же национальная республика. Я понимаю, что там условия другие, но они выше, чем в целом по Российской Федерации. Поэтому наша задача, конечно, в этом году проанализировать результаты. И я думаю, что у нас и кадровый потенциал, и условия, и вообще отношения, и общее, оно на сегодняшний день создает условия для того, чтобы результаты были другими. Значит, вы оптимистично смотрите на... Я вообще оптимист по жизни. Поэтому я всегда... И жизнь подтверждает, что если я какую-то цель, задачу ставлю, то мне удается это сделать. Это замечательно. В вашей сфере обязательно надо быть оптимистом. А у нас звонок телезрителей сорвался, к сожалению. Так, вот, Нина Гузеровна, вот уже завершены позади вступительные экзамены в ВУЗы. В этом году правительством Российской Федерации были выделены квотированные места для беженцев из Украины и Сирии. Вот сколько у нас студентов поступили по этой программе, воспользовались ли беженцы вот этими местами? Ну, я, наверное, не возьму сейчас на себя смелость, чтобы цифры, да, называть. Но, значит, на самом деле это специальная тема, которая сегодня очень серьезно, значит, должна решаться нами. Это и дети, которые в дошкольные учреждения пойти должны, и дети, которые в школы должны пойти. Нужно очень четко определиться. Сегодня у меня был достаточно серьезный разговор с уполномоченным по правам человека, Светланой Гузовой, как раз вот по вопросам, что наша позиция более должна быть четко определена, не так, что мы решим эту задачу, а давайте все-таки разложите по полкам, как решать будем. У нас есть дети, которые и по программам СПО пойдут. Значит, был разговор, что порядка 200 выпускников готов сегодня принять вуз. Но я еще раз говорю, я не буду брать на себя смелость и говорить, что я там на сегодняшний день готова назвать цифры конкретные. Но готовность нашей образовательной системы, в том числе вузовской, это федеральный, значит, вуз федерального значения, но готовность сегодня полная есть. У нас до конца эфира остается всего три минуты, но мы, наверное, успеем задать еще один вопрос телезрителю, да? Мы вас слушаем, говорите. Нина Гузировна, здравствуйте. Меня интересует вопрос, как в этом году обстоит дело с обучением родным языкам? Говорят, что только по выбору родителей будут изучать язык, а те дети, которые в русскоязычную группу ходили, что они будут делать, чем они будут заняты, кто их будет занимать? До сих пор вопрос неопределен точно. Спасибо. В этом году нами был принят закон об образовании Кабрино-Балкарской республики, и самой обсуждаемой статьей закона была статья, связанная с языками. Мне кажется, там очень четко прописано, есть еще закон о языках Кабрино-Балкарской республики, где очень четко прописано, что все носители языка будут его изучать обязательно. Обсуждался вопрос, только ли носители, или должны все жители обучать. Кстати, есть среди других национальностей обиженные, почему все-таки не дают возможность изучать тем, кто хотел бы. Значит, проблемы с изучением нет, поэтому мы будем создавать условия, чтобы не просто все желающие, а все носители языка изучали язык. И для этого, на самом деле, очень много нужно в этом плане сделать. Но мы даже отдел отдельный создали в Министерстве образования, который у нас будет национальным образованием заниматься. Я думаю, что мы сумеем ответить каждому родителю, что такие возможности на сегодняшний день есть. Спасибо огромное, что при такой занятости вы уделили нам время. Впереди у вас августовские совещания, очень много работы. Впереди такой светлый большой праздник, 1 сентября. Мы желаем успехов вам, всем вашим педагогам, деткам нашим, которые пойдут в первый класс в этом году, выпускникам, которые будут сдавать ЕГЭ в следующем году уже тоже в новых условиях. И раз в сфере такой оптимистичный министр, будем надеяться, что в сфере все будет на отлично. Спасибо вам большое. Уважаемые телезрители, с вами прощаемся на одну неделю. Оставайтесь с нами на телеканале «Россия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова